Одно из самых закрытых подразделений вооруженных сил, авиация противовоздушной обороны Западного военного округа, пригласила журналистов. Ежедневно летчики соединения ПВО выполняют боевые задачи по охране границы. Зона их ответственности, участок от Калининграда до Мурманска, который Су-27 преодолевает всего за два часа. Кадры, которые вы сейчас увидите, уникальны. В Карелии минус 33, аппаратуру и техника не выдерживают, но несмотря на это военные летчики заступают на службу и выполняют свой долг. Репортаж Александра Щерба. Процесс заступить на боевое дежурство выглядит скромно и даже буднично. Лишь хрипящий из замерзшего динамика гимн придает ритуалу оттенок торжественности. В ближайшие сутки несколько экипажей Су-27 проведут на дежурстве на аэродроме. Если будет нарушена воздушная граница от Калининграда до Мурманска, это повод мгновенно подняться в небо. Выглядит это вот так. Любой летчик перед заступлением на боевое дежурство, во-первых, какое серьезную подготовку, как летную, так и в психологическом плане. Для этого у нас есть специальный воспитательный отдел. Его готовят как воздушного бойца в плане настроя на выполнение задач, которые ему дадут. Задачи могут быть любые. От сопровождения до уничтожения боевых самолетов, которые могут нарушить нашу государственную границу. 159-й гвардейский авиаполк базируется недалеко от Петрозаводска. Это самый боевой полк в 6-й воздушной армии. Летчики воевали и в Афганистане, и на Северном Кавказе. Зона их ответственности весь северо-запад. Базовой моделью является знаменитый Су-27. Это самый популярный военный авиаций самолета 4-го поколения. У многих на борту нарисованы звезды. Это означает, что пилоты успешно выполнили некие поставленные задачи. Какие конкретно, журналистам не сказали. Но ведь понятно, что они просто так летали. Несмотря на то, что Су-27 было принято вооружение еще в советское время, 25 лет назад он до сих пор остается в российской авиации самым востребованным. Настолько он хорош. Пилоты говорят, что он обогнал эволюцию лет на 15-20. Вот почему сегодня он очень популярен не только в российской армии, но и за рубежом. Его охотно покупают. Индия и Китай – наши главные друзья-покупатели. Перед каждым полетом взрослые дяди отрабатывают схему движения в воздухе с помощью маленьких самолетиков. Даже несмотря на то, что они годами летают вместе, каждый раз все повторяют сначала. Так и производится в первой части. Дальнейшим самолет занимает практически выгодное положение выше самолета цели. На борту самолета находятся 10 ракет управляемых, которые являются очень серьезным средством поражения. Поэтому человек, заступающий на боевое дежурство, несомненно, полная ответственность отвечает за свои действия и поступки. В отличие от середины 90-х годов, сегодня проблем с полетами нет никаких. Горючего достаточно для того, чтобы все 365 дней в году круглосуточно в небе находилась хоть одна пара истребителей. Это и есть боевое дежурство 159-го гвардейского авиаполка. Александр Щерборов, Анткачев и Муратов СЗД, НТВ, Республика Карелия.